В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, а днем 31-33 градусов тепла. Время отдыхать в Карачаевой Черкесии. С ледорубом в руках штурмовать ледники, посетить древние храмы Алании, встретить рассвет на плато Бермамыд с видом на Эльбрус, съесть сочный хачин и запить его айраном или душистым чаем. Такую насыщенную программу может предложить туристам этот горный регион. Здесь люди живут в непосредственной близости к дикой природе. Место, где можно увидеть размеренное течение жизни и познакомиться с вековыми традициями народов. На одном из курортов республики побывала Алла Качиева. Карачаево-Черкесию, пожалуй, можно назвать самым туристическим регионом Кавказа со стажем. Известные курорты республики славятся своим расположением среди первозданной природы, где высокогорный мягкий климат и чистый воздух создают прекрасные условия для отличного отдыха. Медовые водопады – одно из излюбленных мест туристов. Курорт достаточно молодой, ему 25 лет, но успел уже стать довольно популярным. Очень даже. А что особенно? Да, ну, горы. Родился в горах, поэтому, естественно, горы мне нравятся. Тут очень красиво. А еще? А еще тут очень прикольно. Да все, свежий воздух, атмосфера, люди. А мне поющий фонтан. Все нравится. Ну и природа куда же. Очень красиво. Красотой, чистым воздухом, гостеприимством народа. Это просто какое-то чудо, что природа создает такие места, где человек чувствует себя просто божьей коровкой. Очень вкусно, очень хорошо готовите. А что еще вам нравится здесь? Не все, что кавказская кухня, вся любая кухня, все нравится. Туркомплекс «Медовые водопады» сегодня активно развивается и предлагает гостям большой выбор развлечений. Ну, туристы вообще предпочитают, на мой взгляд, там больше отдых на природе, так называемый экологический туризм, активный туризм. Последние 2-3 года вот почему-то немножко они взяли в этот. Я так думаю, что все-таки произошло понимание, может, из-за этих каких-то болезней, коронавирусов в частности, что ценности немножко, по-моему, в умах, немножко произошла переоценка, и люди хотят на природе там. Вот мы занимаемся активным отдыхом, в частности, да, там у нас конные туры, вот «Зеплайн» есть, «Виа Феррата», или просто вот там, вот эта речка называется «Аликоновка», вот здесь рыбалка на фореле. И вот люди приезжают с Москвы, вот сейчас у нас есть отдыхающие, со Смоленска, да, с Хантамасийска есть. Регионы, которые раньше никогда, ну, не то, что никогда, но не приезжали в наш регион. В этом году на 20-30% увеличился туристический поток, рассказывает Мусс Абаташев. К тому же, властями республики к природно-рекреационному объекту проложена хорошая комфортная дорога. А на самом курорте желающие могут как насладиться природой, водопадами в частности, отведать блюда национальной кухни, а также поближе познакомиться с историей, культурой Карачаевского и других народов республики. Словом, обогатиться как духовно, так и физически. Алла Качиева, Олег Малкожев, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. В 14.30 «Вести Карачаева-Черкесия» с Муратом Джанкиозовым. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok